Суть этой системы в том, чтобы отслеживать, как затухает синусоиды после первого удара и рассчитать так следующий удар, чтобы он не вычитался из этой энергии, которая колеблется в системе, а наоборот на нее накладывался. И чтобы система, а, поддерживалась в ней энергия, б, система бы раскачивалась, 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 пока ее просто физически не разорвет или не будут наблюдаться какие-то неизвестные науки явлений. Система эта, в моем представлении, должна быть построена на основе трансформатора Тесла, известного у меня не очень хорошо со здоровьем. Поэтому я сейчас думаю больше о вечном, так сказать, чем о подобных опытах, поэтому обращаюсь к вам. Вот, у нас были всякие опыты, я исследовал много чего, пришел к выводу, что надо делать ее на ПЛИСе или на FPGA, смотрите, что это такое в интернете. Я хотел уже сесть за работу, но тут врачи мне сообщили не очень веселые новости. Да, она должна, система, работать на какой-то частоте, то есть должны быть синхронные или асинхронные, детекторы этих самых локальных экстремумов, переходов через ноль и прочее. И система с помощью процессора или с помощью логики внутри ПЛИСа, запрограммируемой, должна, соответственно, рассчитывать, когда бить следующий удар. Да, бывает так, что в системе придется как бы, она ни два, ни полтора, то есть будет какая-то, она может у нас работать только с целыми числами, а получается, что мы попадаем между двух целых чисел, и, соответственно, последовательность этих двух целых чисел будет определять дробное число. Про это в следующем фильме, на примере двигателя внутреннего сгорания типа Heat and Mess. Такой был, продавался, скажем, в Америке в начале 20 века колхозникам. Система может быть применена очень во многих областях и совершенно не ограничивается ее применение только вечными двигателями современных горе-алхимиков-электронщиков. Да, вот она должна вот так вот думать, так вот рассуждать с помощью запрограммированных в ПЛИСе элементов. Можно попробовать использовать аналоговый фазовый автоподстройщик частоты, но лучше цифровой все-таки. Собственная частота, частота вынужденных колебаний, это всегда не одна и та же частота. А еще если говорить, что при затухании есть зависимость от частоты от напряжения, от амплитуды, то тут вообще получается, что собственной частоты стабильной у трансформатора Тесла как таковой нет. Так мы расставляем эти шашечки, наши затухающие, и мы думаем, куда в следующий раз ударить нашим импульсом, чтобы они друг на друга накладывались, чтобы следующее затухающее уже наложилось на эту. То есть мы что-то возбуждаем без деструктивной интерференции. У нас здесь есть понятие такое своеобразное, очень похожее на угол зажигания в бензиновом двигателе. И только тут частота немножко повыше, и уже приходится использовать особенные всякие методы, цифровые или аналоговые. Цифровые на самом деле проще, потому что в аналоговой технике всегда будут какие-то глюки, связанные с монтажом, с крепежом деталей, как они спаяны. Поэтому чем меньше микросхем между собой сообщается с проводниками, тем на самом деле любителю простому проще. Примеры в природе похожие. В технике, в науке. То есть у нас тут, грубо говоря, есть две понятия. Угол зажигания, по аналогии с бензиновым двигателем, и продолжительность взрыва, которую химики определяют, когда состав бензина определяют. То есть как октановое число, больше, меньше, сколько взрыв, насколько он жесткий, сколько энергии от взрыва передается в механическую энергию. Но тут нет такого понятия, как бензин. Мы надеемся, что бензин нам сверху боженька подаст в виде эфира. А роль вот этого самого раскачивающего элемента, это как угол зажигания. То есть мы именно говорим системе, когда именно надо. Да, вот почему я верю в этот бред? Потому что это не бред. Потому что современная наука, она... Еще Карл Маркс про это писал, что наука это инструмент капитализма. То есть капитализму надо, чтобы наука изучала поведение кузнечиков невесомости и строила гудронные коллайдеры. Она и будет их строить. А интересы трудящихся она не будет защищать. Естественно, никогда против нефтяной промышленности не пойдет. Поэтому, к сожалению, придется нам, товарищи трудящиеся, это делать самим. Да, вот есть такая вещь, как не герцевые волны. То есть какие-то формации, троидальные. Но я не очень люблю на эту тему рассуждать, потому что уже до меня много бреда на эту тему говорилось. Ну вот формации эти, они самодостаточно живут себе. Вот тут перечислены многие из них. Еще встречал разные, есть такая вещь, как кивитация в гидравлике. Очень жуткая вещь, живет сталь, водопроводные трубы живет иногда, вместе с коррозией на пару. С этим, пока что человечество это использует, с этим не только борется. В трансформаторе Тесла я предлагаю использовать в качестве первичных обмоток плоские напечатанные-напечатные платья обмотки, которые бы ставили стопкой и стягивались шпильками. Ну, соответственно, набиралось бы их количеством какие-то характеристики. И они, может быть, были бифилярные.